В основном востребована масличная культура, и это в Европе. Ну, с чем это связано? Во-первых, они подходят, как бы более ответственно, можно так сказать. Мы отправляем туда в основном это горчицу, желтая-белая горчица, мы работаем с ней. Отделяем примесь, которая очень ссорная культура, особенно горчица, поэтому с ней больше работают и требования Европы, там приблизительно где-то 99,9% чистоты должно быть. Также работаем с сольным. Лен востребован в основном это Германия, Польша. Мы из страны, с которыми мы работаем. Ну, и также мы занимаемся переработкой круп, крупами занимаемся, но это в основном на внутреннем рынке. У нас крупы. Подработка сельхозкульптур в основном, ну, по Ростовской области очень много предприятий и предпринимателей знаем, приезжают к нам, заключаем наговора и подрабатываем. Тоже требует тот, кто занимается и семенами, они требуют, конечно, тоже чистоты. Поэтому у нас имеется своя база производственная, имеются три линии, где, ну, в общем, импортное все оборудование и мы доводим непосредственно такую чистоту, которая необходима для Европы на мировом рынке. Ну, естественно, и здесь наши и внутренние. Внутренний рынок, это мы работаем с Москвой и с Питером. Много там есть предприятий, где востребована тоже данная культура. Рады будем сотрудничать. Если кому необходимо особенно семена подрабатывать, мы также готовы сотрудничать с нашими откровенными. Вот я говорил, что наши близкие, родные, это по Ростовской области предприниматели. Валер Николаевич, а в каком сырье Вы нуждаетесь? Какие это культуры можете еще раз перечислить? Ну, вот в основном мы заметили последние два года, это такие культуры, как лен. Очень нуждаемся во лне. Мы сами закупаем, подрабатываем, отправляем. И горчица, желтая и белая. Очень востребованы эти культуры. Рыжик тоже работаем, но не в таком объеме. Больше работаем это горчица и лен. Рыжик, небольшой объем. Горчица и лен это на экспорт в Европу. А Вы назвали Германию и Польшу, а еще какие страны? Больше Италия и Болгария. Вот эти страны, да. Как бы больше востребованы именно вот эти страны. В сегодняшний день мы работаем больше с ними. Сколько лет работаете с европейскими потребителями? Более 10 лет уже. А объемы на одном уровне или растут? Примерно в одном уровне, да. Арабские страны, они больше нут. Востребованы там нут, бобовые, как бы там больше такие культуры. А мы, ну и честно говоря, там они, ну, что там греха таить, немножко задерживаются оплатами, поэтому с арабскими странами чуть тяжелее. А вот если сельхозпроизводитель посеет вот эти культуры, вы можете дать гарантию, что купите урожай? Конечно, мы закупаем. По сложившимся ценам на тот момент, когда будет убран урожай, да? Но это важно, что сбыт гарантирован будет, да? Да, да, да. Мы закупаем большие объемы, до 1000 тонн, поэтому любую культуру приблизительно мы до 5000 тонн отрубим. Есть вопросы? Да, цены какие? Цены? Ну, цены, мы же сказали, что. Как будет складываться на рынке, какая цена, тогда и цена? Ну, по прошлому году, может быть, назовемте. Примерно по прошлому году. Ну, значит, вот по, допустим, на сегодняшний день по горчице приблизительно, ну, получается, до 30 рублей готово затопать. Как это... Ну, тут еще зависит от сорности, вы же поймите. Многие предлагают там очень высокая сорность. Поэтому тут по заявке мы уже обсуждаем все эти моменты. Ясно. Да, пожалуйста. Ну что ж, спасибо.